Заседание Конституционного суда по делу о запрете партии Шор продолжится 12 июня. Такое решение было принято сегодня судьями КС. До этого времени адвокаты двух сторон должны подготовиться к финальным слушаниям. Об этом заявил председатель Конституционного суда Николай Рожко, после того, как адвокаты правительства и партии Шор дали понять, что у них нет дополнений по материалам дела. В таком случае, Пленум Конституционного суда объявляет перерыв до 10 часов 12 июня для подготовки и презентации защитной речи перед Конституционным судом. Сегодняшнее заседание объявляется закрытым. Адвокаты партии Шор отмечают, что перенос заседания суда почти на месяц входит в компетенцию Конституционного суда. Но при этом они отметили, что с учетом прессинга со стороны власти готовы обратиться в Европейский суд по правам человека. Мы с этим не согласны, потому что своим воздействием премьер-министр и даже некоторые депутаты парламента оказывают беспрецедентное давление на судей Конституционного суда. Считаем, что это недопустимо. И если решение будет принято не в пользу партии Шор, у нас есть достаточно доказательств, чтобы обратиться в ЕСПЧ. Все-таки Конституционный суд – это суд, который стоит над законом. И все-таки я думаю, что репутация этих судей Конституционного суда не будет запятнана. С учетом того, что Конституционный суд – это абсолютно независимое учреждение, учитывая сложность дела для уважаемых судей Конституционного суда, необходимо временно рассмотрение всех аргументов. Мы не можем сказать, что идет затягивание. Это сложное дело. Не только наше общество сейчас пристально наблюдает за действиями Конституционного суда, но и внешние партнеры по развитию. Напомним, на заседании во вторник суди отклонили ходатайство партии Шора за слушание свидетелей, в том числе и лидера партии Илона Шора в режиме онлайн. Но в то же время они допустили к рассмотрению запрос адвокатов правительства, которые настаивали на просмотре видеоклипов с участием Илона Шора и на ознакомлении с журналистским расследованием, в котором рассказывается о проплаченных протестах. Адвокаты партии Шор заявили, что в этих материалах отсутствуют очевидные доказательства, и они не могут быть допущены к юридическому процессу. Напомним, 9 ноября 2022 года правительство утвердило запрос бывшего министра юстиции Сергея Литвиненко в Конституционный суд об объявлении вне закона партии Шор. Политформирование расценило это как репрессии в отношении оппозиции, для того, чтобы правящая партия ПДС в последующем получило конституционное большинство в парламенте. Также напомним, что 19 декабря прошлого года эксперты Венецианской комиссии высказали собственное мнение об этом деле. Согласно ему, объявление политической партии вне закона представляет собой вмешательство в право на свободу собраний, защищенного 11 статьей Европейской конвенции по правам человека, и переравнивается к запрету на это право.